Сподзевала, чтобы увидеть смутных людей, которые хотят жить спокойно, счастливым, счастливым жизнью, но сейчас им это не удастся. А увидела счастливых, смехнувших людей, которые не думали о том, что происходит в мире. Ну, правда, это первое впечатление. И, конечно, когда мы приехали до Москвы, то Москва, то как бы особенный край, то не целая Россия. Что ты скончила, powiedz нам. Так, скончила школу полицейскую. О, масакра то была. ДИНАМИЧЕСКАЯ СПОКОЙ 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 А ДИСЯЙ МАМ ВЫЙОТКОВОЮ РОЗМУВЧЫНИЯ. И БАРДО СІЕ СІЕ СІЕ, что згодилася на розмовы со мной, бо та kobietа и ее история naprawdę заслугует на то, бы ее показать. Олга Глаголева мешка в ПОЛССЕ. От 2022 года, два года тому, разом со своей родином и своими котами, постановила przepроводить себя с Роси до ПОЛССКИ. И сейчас опове нам свою историю. Одразу говорю Państwu, что тут не найдете никаких политических смачков, бо не бавимы себя в политике. Я хочу показать одвагу этой kobiety, ее determinацию и то, как себе świetне ради в ПОЛССЕ, как прекрасно уже говори по ПОЛССКУ по двух летах и опрошу того, целый час себя учи и че, чтобы еще меньше осуществлять в ПОЛССЕ и иметь, не знаю, лепшую работу, лепее себя чувствовать. И это действительно чудо. И такие kobiety нужно показать. Поверь, во-первых по-ПОЛССКУ ДИН ДОБРА, а потом Здравствуйте, Олга. Ты говоришь по-россйски. ЦЕЙ, ДИН ДОБРЫЙ. ДИН ДОБРЫЙ. Я немного говорила по-россйски очень давно, очень даже. Как я была в Санкт-Петербурге, это было, не знаю, из 15 лет назад, из 16. Была на таком этапе росыске, что как мы были тоже в Вильне, я с панией в Вильне на каком-то стране разговаривала по-россейски и потом за минуту мне было по-польскому что-то говорила, а та пани говорит, а то я не сказала, что ты не нашла, я думала, что ты не нашла, что ты не нашла. Даже не. Так что я очень люблю язык росыский. Ты была в Петербурге, ты подобал тебя? Очень, очень мне понравилось. Пякне миасто, очень мудры люди. Там есть много вещей до видения, так что очень мне понравилось. И я, вбрев тому, что сейчас есть промывание, я увелбим язык росыский, учитываю, что это пенький язык. И действительно, важно себя учитывать. Но здесь мы встретимся, чтобы узнать твою историю, моя дорога. И начнем от начала. Что ты делала, саним приехала до России в Роси? Ну, через 10 лет я работала с деканацией на разных учениях. Аж через последние 3 лет перед эмиграцией я нашел вымаженную работу. Я работала в Доме культуры в Москве. И это была такая обычная... Ну, просто, как бы, спочинка, то была, очевидно, такая звыкла праца бюрова, так, а трохи нудна. Але не можешь працовывать в Центру культуры и выконывать тылько працы бюровой. В результате организовала импрезы, и проводила выклады, и выставы, и писала сценарюши, и навет брала вам удзял в шеставеннях, как акторка, так тоже был. Я организовала им клуб по дружнику, вторым организовала им чекавые вычечки, дружных мят России, для людей. Ездилишмы там по целой России, ну, не, в Сибири не былишмы, але, если можно было таки вычечку на 2, на 3 дня, ездилишмы, было парз чекавые, и наивеньшилось, люди было, 4 части особ. Ездилишмы. Было трудно то организовывать, але то было чекавые. Такая работа мажей, так поем. Мялась очень интересная работа. Олга, то есть, что случилось в 2022 году, что ты, вместе со своей родиной, со своими котами, вычекали приехать в Польске? Ну, все знают, что случилось, но начнем с начала. О Препроводской до одного края мы думали очень давно тому, в 2010 году, когда по разу первый выехали из-за границы, мы просто увидели иный мир. Поехали с самохотом до Финляндии, так само по Польску, до Финляндии, И просто шоковало меня в этом часе и чистить на улицах и то, что люди даже в наимнейших склепах говорят по-ангельски. Я уродила в таком маленьком местечке и не могу себе выбрать, что в моем местечке люди говорят по-ангельски. В Финляндии она не есть много, поэтому там много людей, много туристов, и поэтому я так думаю, что они говорят по-ангельски и еще потом мы заметили в телевизии, что много программ идут в языке ангельским и с такими только кинскими написами, поэтому люди говорят по-ангельски. И автоматическое свято меня в тех временах шоковали, тогда не было в России такого. И мы так начали мыслить, что может быть, что будет немного так, что будет так, что будет помешивать где-то в ином крае. Потом поехали наступная наша подружба была в Польске, в Чехии, в Немцах, в Венгрии. И то мы ездили с самохотом, и потом уже начали как ездить, и целый час нон-стопу. Мы подружились самохотом по Европе, и завши мы споткались мы с людьми и пытали с иммигрантами, и пытали, як они вымигрывали, як ше ше сктасовали тут. Для чего Польска? Надо уважим, и террас тэш, же Польска ест наўлепшим краем до иммиграции. Хочеш бы террас легализация для Россиан ест максимально скомпликованна, террас поляки не выдаю визы россиянам, але янзык польский ест латвейший до научения, ниш немецкий, люфранцузский. В Польсце цены мней, ниш, ну, в немцах, так, альбо там во Франции, и треба мней пенянзы, жеба жить, и лепи их зберач. Если ты, ну, ты мусиш жимець, я кумсь, я не вим, як то по польску, подушку, таком финансовом подушке, можно так поведись? подушка финансовом. Так. И в Польсе ест вели иммигрантов с краем всходних, и можеш зналищ там, запијдниться с кимсь, и дужи працы, можеш працы в цунгу тыгодня зналищ, и в Польсе свободный доступ до рынка працы можно сдобыч, если ты будеш учить по окончании школы полицейной. То есть по окончании школы полицейной. Так. С почунку ты не мај такого волного доступа до рынка працы, а выстарча закончить школу полицейну, и будеш го мај мај. А ты то скончилася. Что ты скончилася, поведј нам. Так, скончила школу полицейну. О, масакра то было. Слушай, вешко, пошла до этой школы, пошлишмы с Миколаем, с Миколаем, мяј, шмы, в позиум янзыка зэро плюс так, мај, венцы. Хочеш бы, и в чешні мы го училишмы янзыка, училишмы ще янзыка польскегу, еш в Росі. И пошлишмы до этой школы полицейной и седзіны такі, и не зумі шли, мы сраз супич, і мышли, як мы там будем учичі. Али там было дуже в этой школе люди зе Всходу, которые теж недобро мувили по-польску, недобро знали янзык польскі. И то как бы, ну, добре, что, по-перше, ты можешь учить янзык польскі, по-друге, досточь якийсь завод. Ну, и најважнейше, что ты можешь досточь то свидетельство, которое отворжа, можно так повидеть, что дај дозволу. Отворило двери до польскего рынку працы. Так, так, так. Вјш, как моим, я не вим, как повидеть по-польску, мои прежечули, которые уже скончили, там школу полицейной намувили, год позора и диплом в кармане. Год такого, а тараз я притумачу, рок, так, позор, как позор по-польскому, позор. Ну, нистаты, мой росыјский не ес аж так дорожен, доброжен, ага, рок хањбе и диплом в кишеню. Океј, ну, прошу. Так было смешно. И то было, въездство, и то было, а, а потом мы доведелишмы ще, же Миколай ма польскі кожэння. И зачелишмы ученчэн языка польскэго, але это было до 22-го другего року, очелишчэ. Зачелишмы ученчэн языка польскэго, и так можелишмы. Може кедыщ поеджемы до польскэ, кедыщ можы быч на имирі туже. И мой мэнш працывал як керобник в Айти, али в Айти, так, али узыскал правый, правый язды, як керобцы чэнжарувки, бо очелишчэ, як керобник в Айти, патшэбэн чэ гэнзык. Яжы ты не знаеш языка, ты можеш тыка як программиста працовач. А керобцы чэнжарувки завшэ можэ такі с такім заводом знайлиць працы. Інайстарша цурка достаўся в польсце на студи, поэхау в 21-м року. И всыску было добже. То было маженем обо миграции, але, але, прапрошэм, зачаўся 4-го летнего, 22-го року. Так. Зачаўся бађан. Не бђземо тутај называј, бо нас ютуб зманује, а мы чеќе, че б нашу розмову якнайсој јссоў обојрзајо. И повјцьми, добре, і втеде подејмујце децыје, ж выјжжаче, чи трудно було се до Польски достој, повјцијми. Бо вы јхалијше за своими росыјскими паспортами, правда? Очіјще, очіјще. Їхалишми з росыјскими паспортами, јхалишми з самоходом, з такими, номера регистрацијни, як по-польску назива, то, так, з таблицами регистрацијними. Так, так, так. И в тих часах ёсше можна було јехајч на тих, очікајалишми, что може ктојсь там бэнде. То почјтек только, то полтара, в квитниј 22-го мы выјхалишми. И мы так очікивалісьми, что може чтојсь бэнде жле, може ктојсь бэнде там на нас ну, којсь робијт такјго. Але всеско бэло в порядку и прекрацијшми границы прежјјтвэм, бо в Польсце завсше дуге колеги. И завсше там дугу стач. Але то бэло наилатвейше прекрацијј границы в мојм жычј в Агуле. Бо былишми з двомя котами и з цурком наимлодшим, наистаршој ўж там мешкаўам, в Польсце ўж студўаваў, студўаваў там. Бо те коты зробили таке вражение на тих стражей граничных. Там можна было в багажу слоня взять с собом, ничо не там не справдзали багажу, ничо, ну так, только, ой, які коты, они мајам документ, а чевище мајам, ой, які коты, які коты, всісту. я запомняла, олга, на ютубе, который проводит по-польску и конечно нужно этот канал увидеть. И линк до этого канала вы найдете под нашим разговором. Сердечно вас запрошу. Доброе, моя дорога. Что в этом году приехать в Польске на вакации, а что в этом году мешать? Какие были эти почетки? Что вас большее заскакило? Сейчас расскажу. И это правильное вопрос. Когда мы первый приехали в Польске, то было как туристы, то было уже 14 лет тому. Очевидно, это были иные впечатления, чем сейчас. Потому что ты уже едешь на стол. И сейчас вспомнила такие первые впечатления 14 лет тому. То, что я сейчас помню. Заскакила мне база, что все красивое, что все таки зарубанное. И вообще заскакило, что Польске есть таким туристическим краем, бо в России никогда не было такого. Я не споткалася с тем, чтобы, например, там продавали вычечки до Польске. Там могли быть, там до Чех. Ну, такие знанные туристические места, знанные туристические państwa. Али не Польске в уголе. Нигде я не видела, чтобы до Польски кто-то ездил на таком вычечке. И было очень заскаковано, что такие, ну, в уголе, мастерка маленькие на меня сделали большое, большое впечатление. И помню сейчас, что приехали, это было, может быть, уже позже, два лета позже, приехали до Освенцима. И знала только об Освенциме, в этих часах, о том, что там есть этот обуз концентрационный. И вообще ничего. Не могла себе представить, что так пенькно, так задбанно, выглядит такое маленькое местечко. Уродила мще в таким малом мяще, али оно в уголе так не выглядит. Як выглядывало Освенцим. Там было дуже квятов, архитектура такая польская, там ратушь, там кощок, то есть такого. И мне то барзо заскочило. А, в тых часах, я же заскочили вонские дороги. В тых часах 14 лет тому не было таких дорог, как Терез. Тераз я уважам, что мы шли, что в Польце наилепшая инфраструктура дорогого с целой Европы. Ну, таким, моим зданием так есть. 14 лет тому то было страшно, то было масакро. Мы ехали с Терезполю до Велички 7 или 8 годин. Тен самохотом просто. Не можно было так выобрать, как можно так долго ехать. Очевидно, если я взгляну, что в тых часах я думаю, что в тых часах это такая готицкая архитектура, потому что мы мамы ином архитектуры в углу. Мы в Москве мамы, я так мысли, что может быть один будин, который я знаю, там же он ест, то костел, как он называл по-польскому, не знаю, по-руссийску, костел непорочного зачатия. Неважно, он ест, он есть в моем фильме о польских местах в Москве. И это только один такой будинок, поэтому нам завши на нас роби вражение то, что с такого инего. И для тегу с Европы люди приезжаем и на них роби вражение та архитектура, которую мам в России. Те церкви, как они выглядят, они выглядят иначе. И для тегу барзо ми подоба архитектура польска. Вели замках и костел, то ж мы не мамы замков, мы не мамы костел, костел и то теж coś инего, а замки, як бы ты слышишь, ты мыслишь, что ты естешь таким, таким, таким князник, ксенжничком. И о тих замках я читала вам только в дичинстве, а то замки, вау. И еще то. А, и в польске кухне, то я вспомнила, что я, когда приехала, моя прожечулка очень любит зупы. И мы тоже в российском кухне готовим зупы. Але в иных кухнях я не слышала, что было и тили зуп, или их есть в польской кухне. Я приехала и дозвонила до своей прожечулки, и говорю, Ирина, ты можешь ехать до Польски, там дуже, дуже зупов, ружных, они любят зупы. И то мне заскочило, то мне очень понравилось. А теперь приехали, мы уже как бы на столе, и уже иные впечатления, и они, и то может быть о ментальности, до чечения, такого и соединенного жизни. Например, зауважила, что Польцы есть очень уважаемые. Мешкались мы в таком блоке и все люди «День добрый, день добрый!» Я думаю, я не знаю этих людей, почему они мне... И так они есть ушмехнятые. Ничего не беде, я так мысляю. Не беде разбоя его будет. И Польцы интересующие большую политику. В России люди завши мувим «О, не интересующие политику, политика есть там, где еще, а я думаю, житье, я не интересующие политику». А то как бы и часто можно поразмавить, а не с хентной, с чем мы размовляем о политике. Польцы со барзе родинными людьми и по 16 них не працует. И склепы навяд не працуют. По 16 кем або склеп по 17. До той поры я не мог зналечь отповечное питание, как они зарабатывают пенензы, если мы працуем до 17. А по 17 люди идем там где споцировать, подкачать с кем там с детьми, там с приятелами. И те склепы не працуют. И в субботу теж веншись склепов там працуют до 14. Сколько они бежим пенензы, ну не в так. По воле. А и поляцы ешь все вот то я бы польское выражение по воле. Так. На спокойно. Я вчешне читала на przykład о hisспанцах, hisспанциках, что там у них все поволе. али польска тоже ешь панец. Ну треба чекать. Не март еще то завш так ест. То смешно. А и если в ешь то поляцы толеруем обцекраевцов. То мне заскочило о цеходи. Ник мне нигде не поведел. Фу, жля мувиш по польску хоть стонц. Ну хочеш бы пишем часа часу coś такьего в комментариях али там хейп какие-то али них мне этого не поведел. Только спираю 0 плюс я милам позиум. 0 плюс. И завши мне пани добре муви по польску. Я сейчас думаю где есть твои уши? Как я добре муви по польску? Але ползки то ест трудный язык и ты на правде добре мувиш по польску. Польц му о едной речи. Как твоя жизнь от того жизни муви муви? Ну, обови Моя дорога эмиграции не ест латва, очевидно. Я так думаю, что каждый человек имеет свою дорогу эмиграции, может быть, 1-5% имеют латву, что ты идешь, как спас, как вычечка. Эмиграция, очевидно, не ест вычечку. В первый год я работала на продукции, и это была работа физическая. И, конечно, когда ты приезжаешь до общего края, до другого края, ты ест общий краевцем, еще не знаешь языка, и можно выручить где-то в сметник твои все выстроения там, даже если ты их 100, твои опыты, которые ты когда-то имел. Просто надо начать жить от зера. И нужно хорошо о том думать. Как вы говорите? Треба знать о том. Треба о том въедеть, иметь тему-свядомость. Так, 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 так. Треба въедеть. Треба понимать. Треба въедеть, так. И для того, пока не будешь иметь добрый уровень языка, ты можешь только работать физически. И пошла, на правде, балам се, что не дам рады. Бо моя мама завсшу мувила, что ты никогда не тримала в рянах, че... ничегу, чем-чей, ничегу, чем-чей, ниж долгопис. И пошел я на той продукции, первый день мысли, массакра, недобрады. Не, не, я муша пшич том другом эмиграции, як поправный эмигрант. Другий день так мысли, не, массакра, недобрады. А потом, по тыгодню, по два, ну, мне венцы прозвычающе было, с чебя барзу думна, а ли звольнили ми. И то был перший раз в моем жище, кеды ми звольнили с ячись прозв. Али потом, оказалось же, они, як бы, они працували, як бы они не мяли венцы замовение, и там звольнили половы всеских людях, которые там працували. Потом я пошла с пшунтачком, и то тэж было, вешццо, трудно моральне, бо завши мама мувила, ежле не бэндеш шучище, бэндеш працувать с пшунтачком. Ежле не бэндеш мяч досвечэнне, ой, в их сталцэнне, бэндеш працувать с пшунтачком. И то, мам, два в их сталцэнне, працую с пшунтачком. И то... Барзам не в спиралі мої цурки, бо кеды я тым подзілимся з ними, они повидели мама. Так, ты не мушэ стыдзь, же ты працувш с пшунтачком. То тэж нормальна добра працца. Ты вешццо, в Польсце ешчэ пы ины стасунэк до такі працы физичной. Завсэ так, напшиклад, ты працуюш там, гдеш там на продукцы, як працовник физичный добрзе, працуюш як с пшунтачком добрзе. А в Росі, там, як магазинер добрзе, а в Росі так же, ежл ты естеш с пшунтачком, ты естеш там другим сортом таким, другим родзе. Цось таке гу. И деці мне барзо спиралі. А, але, але, то рогта я так працуваўам, потэм почали болијть ноги, почали ме ту болиј. И кодо Миколай ўж зналязоў працца таке наставо, кедо он зачаў працовыць як кероцца чэн жаровки. Та њж кедо ёско добрзе, он повеззел, ше звоўнешся з тим працом. Ти мне... Потршебна ме здрова жона, так, добра, а не там, ше ты там ходзеш, и там... Та праця не для тебе. И тараз я праазяў ютуб канал, трохе з тега зарабям, але... myślę, że kiedyś ja zostanę гвоздą. Я говорю своим Миколайовым, и дети говорят, что когда-то я буду зарабатывать такие деньги, что все вас будет выдавать. Super. Жучу тебе этого с целого сердца, моя дорога. С целого сердца тебе желаю. А вот, а propos этого канала. Файно до этого прошли, потому что ты, моя дорога, недавно была в России. Мусила там заотвить какие-то свои справы. И оповезала на своем канале, как та подружка смотрела. Ольга, какую ты Россию по этих двух лет заставила, как там вернулась? Как ты на нее смотрела? Какими отримала по этих двух лет в Польше? Для меня это интересно. Чи сменило ci себя что-то? Чи залашалася больше вещей, например каких-то, не знаю, каких-то, 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 злых? Слушай, очень трудное вопрос, потому что и нам, нам правда, нам барзо дивное вражение с подружи по России. Сподзевала, что, 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 смутных людей, измененных войнам, которые хотят жить спокойно, счастливым, счастливым жизнью, но сейчас им это не удано. А увидела счастливых, смутных людей, которые не думали о том, что происходит в мире. Но, на правду, то первое выражение. И, очевидно, кедом, пшэйхаличмы до Москвы, Москва, то, как бы, особный край, то не Цавроссия. И первое выражение из Москвы, пшэску сменился, тыльку налепши, ты веш? Развиямщий транспорт публичный, развиямщий инструктуру, инфраструктура другого, отвераемщий новые кавьярные реставрации, в парках есть дужи разрывки для люди, отвераемщий там, и новые там, и все там, и все там, и повстаем новые штуки, и музыкалы, музыкалы, спектакли, как то? Музикалы? И они есть на таким высоком позиоме, на позиоме, бродвей, так поведяло. И мы с моим шеечелком ездились мы лозьем в Москве, такая лозь была новочешная, я таких в Чешне не видела. Ходилиш мы на музыкл, тоже там было, все на высочай, таким высочайшим позиом, высочайшой якости. И с другой стороны, на улицах есть, и было я тем барзо заскочено, бо, ну, як бы ничего в Чешне, веш? И с другой стороны, дуже есть полиция на улицах. Вмец же, в Москве, вшеньде, вишем плакаты с запрошением до службы воисковой, запененен за очевидця. И то мне барзо заскочило, что они и те плакаты, навет не только в Мецше, а в склепах, вшеньде, вшеньде, то в Москве те плакаты. Запрошен до службы воисковой. Но все, все смехнуто, все там, все хорошо, и никого это не обходит. И до Мецше, и охрана, много охраны, и в Мецше, и при выехии до театров, и при выехии на станции, на стакции колеи. Но все для людей это нормально. Это как бы все в порядке. И в Москве есть такая развитая инфраструктура туристичная, и вши, и мяско таки дуже, в Чешни было только в Москве таки дуже развой, а террас таких мяско, которые, ну, напши, от Петерсбург, там Казань, еши иные мяско, теж они дуже развияем, бо террас люди не могу мецеть до Европы на вычечке, а не могу мусям ехать до инных място в России. Это таки туристика такая в Нечше, ну, як поедете, так, внутренне, внутренне. Да, так. Ольга, а ты боишься, что не верите в Польске? Бауемся на правде, руссьскими, цими стражами граничными. И очевидче, ежли ты где-то там есть, есть в якийсь там, где-то у них там на листе, где-то очевидче, то бандемасакры. для тегу ж паехалишми, это раз, это раз, кто ж пшиде, и затшима мне, и бээндец, али, нет, он только запытал, где пани мешка, я поведела, в Познанию, где пани едет, до конь пани едет, до Москвы, а в пожонтку, печенка, хоть, о, езус, то было страшно, али в пожонтку, а з Белорусси до Роси, белоруссинам венцей интересуют, так, интересуют, их оппозиционные люди, их белоруссины, которые там оппозиции, так, их обватели, обватели, русиан них не обходим, а з Белорусси, ешли, юш ехалишмы по чонгем, и в почонгу не ма жадной границы, по-просто ты едешь и едешь, а кида мы покупали шми билеты, очевидно, я купила билеты на паспорт росийский, такие внутренние, как поведешь, мы мамы два паспорта. Внэршный. Внэршный. И как бы я подружую з Белорусси до Роси и с повротом, ну так подружую, как бы я нигде не была за границей. А поведь мне, чего пресеченый Полак не ве о Росианах? Ну, во-первых, есть такой стереотип, что Росиане с понрыми, такими негречными людьми, но, ну и то ма сенс, очевидно, если приедешь до таких мауых местечек, очевидно, зубачишь таких самых Росиан. Але Росиане с другой стороны, они есть барзе гостяными людьми, барзе такими добрыми, есть барзе такими шажыми. И веш, для чего они есть такие неусмехнятые, такие негречные, бо они есть шажыми, а они, завши они мувим, для чего я бэнда попросту так мечь усмех, яжли я не мам на то настрой? Ну, але, яжли ты, яжли ктось че запроси до себе, до дома, так, в гості, в гості, так, ты бэндзеш найлепшым, ты бэндзеш як бы, як крюль такі, як царь. На столе бэнде бэнде всшиску, всшиску, цо ест в людувце, всшиску, то ест, цо ест тем дому, навет в кухенке. И то, ну, люди такі, як бы, широком, з широком душом, яжли не вим, можна так повідець? З отвартым, з отвартым, або з отвартым серцем. Для гості. І ще є така речч, що росіяни сі дуже креативні. О, цо ході? Я так мишлі, що вони знайдуємся нестандартово вийшчі з кађдій ситуацій. То може виніка з того факту, що не завші мамы варунки до реалізации целів. І зараз мам przykład. Кіде працававам в Дому Культуры, діряктор повечел, що треба пельна зробіч спектакль на Новий Рок і спрадавач на нього билеты. Але пеньонців он нату не вийдув. Цо мусіли зробіч? декорации помогаем нам сделать наш артист костюмы привезли из дома а грали не запрошенные артисты али на Новый Рок все запрошенные артисты им треба вплачить дуже пеньонцы грали все працовники и навет я тоже там грала кролевым так повем и то и удало нам се навет спридали мы всески, всески билеты были большие люди играли мы там два еще додатковых спектакля то было смешно али вот такие россияне есть такие Ольга, а повесь ми как то есть с тем, с тум вудком чи rzeczywiście россияне пијо dużo вудки бо таке теж ес пресвятчение вшуд Полаку пејнеш с тем споткалаш, правда? очевидно, очевидно али, но то такие як бы веш, то такі стереотип с едной строны ты раз былам в Росі и зауважувам в Чешні я не зручам на то уваге зауважувам, že в склепах спшидаю дуже вудки навет венце ниж в Польце бо в Польце, напшиклад ты бендеш меч еден регал с винами другий регал ну и полу-полову регалу с вудком в Росі еден регал с винами едва регалы бендеш вудком и ешше една жечь вудка каштуе тани ниш вино али, на Беларусі так само али, і дуже Росіян направды піем вудки для тегу, že може быч, она ест тани али, не могі так поведзіць, жі всі Росіяни піем вудки ну я, напшиклад, я не любі вудки для мене она не ест смачна я любі вино я любі там я любі пивку так часа часу али, вудки не любі вугуле то раз поразмавай ми о кухні сказалаші о том, що полубилася польскі зупи ко, моя дорога, ще ці засмакувало в польскій кухні? ну, по-перше, першим данем був журек коли по раз перший 14 років тому приїхалися до Кракова і там пошлиш ми до реставрації спробувалиш ми журек барзо, барзо, барзо мітен смак сподобався і до такого позиому що кіде приїхала до Росі робіла був в дому сама без жаднего заквасу заквас, навіть заквас робіла сам тіджень там чекала був на тен заквас то було смешно але удаємося, даємо раді і єші я, я любя польскім кухні любя флякі і то барзо дзіві всіскіх моїх знайомих бо я не знам ніж жаднего Росіаніна ктурый бі любіў флякі для них то абжідліво абжідліво, да, не слухай кеде розмавям с людьми людзі мувям єшто ж варядко як можна то зість а мені смакує але пироги мені не смакує більші пирогів Росі не любиш пирогів Росі? не, ну пироги Росі не, не, слухай пироги Росі мені зі всіскіх пирогів ктурі ту в Польсці спшідаю смакую мені мені вінці пироги Росі Олга, а бігус? бігус теж любі але для мене он заквасний я теж час від часу робі го я робі полова на полова полова такі звыклі капусті полова кіщені а поляці любі, щоб він був такий заквасний так, а галомки? а галомки мы теж галомки то мені не диві бо галомки мы теж робимо в Росі моя мама була дуже смачна робі галомки о, прошу, то я не ввідзяла моє останнє пітання, Олга чого ci бракує в Польсці з Росі? повім шерзи, що найважніше чого бракує, то родзіна і приїжджіли не можу так повідець, що мені бракує там яких жіць, так, що не можу жість без тебе але родзіна і приїжджіли то направді бракує зараз поїхала до Росі якби спіткаємося з мамом не відзіла не відзілищ ми ще так на 2,5 року спіткаємося з братом спіткаємося з своїми пшіячюльми такими добрыми очевидчі мам ту знайомих мам ту як якісь знайомства так можна так повідь мам з ким ну так, мам з ким мам з ким проводить час а з мам з ким поєхач на вычечки але такі родзіна і приїжджіли ці людзі, ктору маш в серце їх ту нема і їх бракує а решта, ну ці ну, на пшіклад бракує ми вагонів типо плацкар сипальних бо барзе любію продружжоваць почонгами і такіх ту нема такіх вагонів сипальних як в Росі і тераз в Беларусі на з Мінську до Москва єхалісьми таким почонгем і з повротем теж єхалісьми таким почонгем і такі там треба мець такі хірбатки в такі шклянечкі з таким же жілязным кушіку ну то така романтика почонгова єжлі можна так повідіць от то тако мені бракує то нема такі романтики єше бракує єжлі ході о єдзині я як приїхав до Росії пошу вам в такі в російському бідронці і ця я купіла цавий ворек цау торбі купіла кілбаса єжлі по-польську то бенде кілбаса лікаска а по-російську то докторська кілбаса она так трохи подобна до мартадели то цюсь такєго як мартадела як ну то вєш може бачо ця ходзе і якби пастіла і сладычі пастіла то я не вім як то як то вytłumачіць то барзо смачно у нас робіам вєш з чого такі пюре яблукове го трохи сушім і воно так як виглянда якби як перник як бы як ну не вім як частечко трудно вэту мачіць як то смакую але то база смакую зіфір теж мені бракує але не мог яд а сушоном рыбы і то я вшыську купила халва з орешків з земных ту нема ту тылько з тего халва в польсце так сізаму а я не любі я смак сізама не любі вугули я не любі тэй халвы нащона то треба обов'язкова треба єще нащона російські пельмені очевидчо сушоном рыбы гжанкі з чосніком такі житны рыбу бензоны назімно але можна цось такігу зналіць ту в склепах українських але кілбасы докторськай не можна зналіць такі смачні як в Русі а тераз юж не спшідаєм з поводу ну в'єче з поводу чого не спшідаєм в склепах українських російських всяких таких дані і для тэго трохи смутно але ну можна прізвычайчо то не так ж бы тэго бракує ж не могі жыць без тэго і очіуіще склепах целодобовіх але можна до тэго прізвичайчо то не так ж бы тэй по-просту не можеш без тэго жыць можна піждіць до жабки так Ольга послайці тэн канал на ютубі і чо он ці дає слухай по-перші по-перші з початку тэбл канал в янзыкі російським я мам два канали єдан в янзыкі російським другий в янзыкі польську тэн, ктурі в російськом там я ну постановіла мго отворыць хочеш би і було дуже хейта і менш мені повідзіал же для длячэку тэн російський канал там бэндам людзі пісаць же ти єстеш там ну хейта дуже було так от росіян але я єстам росіянком янзык російський то мій ойчистий янзык і я хцэ щось своім відзові ктурі ну на своєму і чистому янзыку щось повідзіць о жічі в польсце о том і трохи я памагам людзі ктурі хцэм приїхач до польськи бо польська терас не дає візі для росіян вагуле не дає візі а люди а люди ктурі не не вспіраєм там владзі а не хцэм виїхач і я якби по-перам ціх людзі і памагам трохи там консультують сось як можна виїхач там сось такєго і в тим каналі теж я о тих жечах оповядам в янзыку польським кіна спочонтку було по-дружах і було там всіску було в пажонтку і я оповядзяла в янзыку російським як поїхаліч ми до польськи і я так мішла жі я бэнда впровадзі завші в янзыку російським але там зачауще тылі хіта ілі я не відзя вам вугуле кіде я ваяхава людзі такі жлі коментаржі пісалі і тераз я хце іще таку жеч зубажі жа за останні 2,5 лата людзі стали в Росі вєнцы жлі гожай такі людзі стали жлі вєнцы жлі ніж в Чешні і такі жлі коментаржі такого в Чешні такого не було може біч ну не вім для чеку а чи на польськім канале też масш дуже хейту а на польськім і я так і я постановіла що треба спробувати впровадзіць в янзыкі польськім щось награти в янзык польськім а і то був початок був кіде я робіла вігад з моим навчителем польськєго паном жігожим і я робіла вігад в янзык польськім і дуже було від поляків теж коментаржі оо там ну такі добжі добжі ані січ такі добжі пісалі і я так помішлила можам не спробувати награти щось по-польську масакра то перше то награння я нигде не запомню то було почонках 10 разы я то читала як то я нагрівавам барзо мартвімся що щас цараз бэнда не цось бэндам пісач і я достава тіле вспарча от поляків піля не достававам за цяло там за два року поки канал існіє от росіян мені то так заскочило що поляці там чэнсто мувям там рософобія в польсці там і в пропаганді чэнсто ото мувя але я доставам от поляків тіле вспарча і завші дістає завші і вієш ці то смішне хтось часу до часу хтось напісше ну ну цось такєго недобрего а я не часами чіну тось я не завші чітам там пенч мінут пенч мінут так я чітам там може раз раз в день я чітам ці коментаржі і поки я там зачинам чітаць ці коментаржі чоловік юш там 3 години в чешні то написав і юш поки я там чітам юш поляці всіці там на тягу чоловіку юш ю заклівали там заклівали цято пішеш там треба вспіраць юш міць не треба робіць і то мені так так мені заскакує і і і длятегу і тен канал вєш з єдній строні то якби чвічіня янзыка польськєго то з єдній строні з іншої строні я видзе що полякам не вистарчі інформацій о Росії такі шері інформацій бо теж прапрашам в Польсці як і вшенде єст теж прапаганда в Росії уна єдна в Польсці уна друга там в станах єднічонах трэча там в немцах чварта і не вистарчі людям тей шері інформацій о Росії о росіянах о тим як мешкаюм там люди але завші так було ж Росія єст таким дюжим краєм ну може біч чекавым для інших країв теж для тег це я ну якби і ми не єстеш врагами врагами і не хцеш щоб такі звіку поляцію були врагами за звиклими Росіанами це дуже поліціка там щось вони златили а ми якби а ми єстешми людьми просто такими звиклими людьми олга дякує цей дякує цей розмови бо я умај так само як ти ж ми ж людьми і мя прзе всеским інтересує твоя хистория яко емігрантки бо я теж прзешла як приїхала 7 лет тему до Ірланди і теж моя дрога мимо того що з выкштаћення ємправникем спрząтаўам в хотелу на початку прз 7 місяці więc я тебе дуже добре розумію і вцале себе не встыдзе бо дуже мя праця научила і я тебе моя дрога жачу поводзення жачу всескє найлепшего нех твій kanaј роще розвіј моя дрога реалізуй всескє своє проєкти і нехці ся добре жиј в Польсце ежели тен крај собі обраўањ за свій новий крај Дзенки дзенкуј Барзо Польска тараз тала моим другим домом Барзо ми ся подобало Барзо чуюсь ся комфортаво волно і Барзо кохам і Польскі і Польскі Польскі так? і Польска і Польска і Польскі Польска і Поляків і дзенкуј барзо за за огляндањ і дзенкуј барзо че за запрашення на тен вігад барзо пријмно було познаћ ся так? так і мам надзеј що кідесь ще споткамы ся кіде бэндэ гвяздом і кіде першо кіде застані гвяздом бэндэ твой першо вігад бэндэ на твојм бэндзе на твојм канај на певно застаніш гвяздом моя дрога жачэ ци ця стаћ ся а вы мои дродзе впаднјјте до канај на Олги ой ойжжијте себе на правде бадзо ма цекаве филмики не только о Росі але о Польсце о подрожах по Польсце о том, як обсерјје Полаків як нас видзи то ёс бадзо цекаве и оцијши запрашам вас за субстријје канају Пребуја Полька бо як видите емеграја ма віле трвары і кобиј на емеграји са на правде судовне потрафијјся одналејзь і шјетне собі дајјо раде дзякује ци бадзо моя дрога за субстрије